Я нахожусь в Меловом, Луганской области, самом восточном населенном пункте Украины. Но стоит мне сделать несколько шагов, просто перейти через пешеходный переход, и я уже на территории Российской Федерации, в селе Чертково, Ростовской области. Настолько легко перейти границу можно, поскольку тут она проходит по улице Дружбы Народа. Дома с нечетными номерами на ней расположены на территории Украины, а с четными – уже в России. На этом странном участке государственной границы украинские и российские пограничники работают порознь. Каждый охраняет свою сторону улицы Дружбы Народов. Обстановка на этом участке более-менее спокойная по сравнению с другими отделами пограничной службы, но, несмотря на это, нельзя совсем так прямо сказать, потому что в прошлом году, в августе месяца 2014 года, отдел пограничной службы, где непосредственно находятся пограничники, был обстрелян с гранатомета. Обстрелян с территории Украины неизвестными лицами. Пострадавших не было, но здание было повреждено. В прошлом году тут проводили так называемый референдум о создании самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Сегодня в Меловом развиваются сине-желтые флаги. Местные жители говорят, что на протяжении последнего года конфликта на Донбассе их отношение к россиянам совсем не изменилось. Разве что о политике с родственниками и соседями разговаривать стараются меньше. У меня тоже родственники в России живут. Говорят, и у вас фашисты есть, и у нас фашисты есть. Вот такой ответ говорится. Поживем, увидим, что она там дальше будет. В России у меня нет никого. Родственники все в Житомире. И три брата, и сестра. А я вот одна здесь. Так жизнь сложилась, что я тут живу. Вот и все. Звонят они мне, спрашивают. Пока говорю, у нас все мирно, нормально, все тихо. Ну что я им скажу? Не знаю, живем, да и живем. А что? Жить-то надо. Дети, внуки. Надо жить. А что? А жить-то надо. Дети, внуки. Надо жить. А пока на Донбассе продолжаются боевые действия, жители Милового пытаются меньше думать о войне и надеются, что на востоке Украины как можно скорее настанет мир.